Творить, создавать, воплощать, уметь разговаривать на языке музыки движения умеет всякий, кто причастен к миру искусства. А как стать его частью? Мало врожденных задатков. Любой талант требует развития. Даже самый одаренный человек не пристанут трудиться и самосовершенствуются. В каждом живет искра творчества, и даже самый спящий талант можно пробудить и дать ему дорогу. В этом уверена в детской школе искусств номер 16 «Дивертисмент». Здесь каждый ученик может найти себя и раскрыть в себе музыканта, певца, исполнителя или танцора. Только за последние три года школа искусств подготовила 210 лауреатов и призеров международных, всероссийских, региональных и городских творческих конкурсов. Дважды воспитанники становились стипендиатами конкурса «Самара» одаренным детям. И уже два ученика – обладатели премии губернатора Самарской области. И это далеко не весь список побед и достижений. Что такое педагог? Это педагог, когда он отдает свою частичку. То есть ты вкладываешь всю душу, ты живешь этим, ты 24 часа просто понимаешь, что вот ты пришел и ты все время думаешь, ага, как они там, что они сделали. Вот ты урок дал, но ты все равно не прекращаешь это 24 часа. Поэтому вот я считаю, вот это педагогическая работа. Тогда они, получается, воспитываются через музыку, через танец, через песню. И тогда они, в общем, получаются, может быть, даже большими людьми. То есть с большой буквы. Детская школа искусств номер 16 прошла долгий путь, прежде чем стала тем, что она есть сейчас. Одна из первых тогда еще в Куйбышеве 40 лет назад, 1 декабря 1976 года, открылась небольшая музыкально-хоровая студия при 161-й общеобразовательной школе, где вокал и музыки учились всего 83 человека. Первым руководителем была Лариса Борисовна Долубня, создатель и по сей день вдохновитель школы. Постепенно студия обрастала педагогами, талантами и достижениями. Уже в 2003 году студия объединяется с образцовым ансамблем танца «Дивертисмент». И у нее начинается новый этап развития, как детская школа искусств номер 16, с одноименным названием. Теперь здесь учатся не только вокалу и игре на музыкальных инструментах, но и хореографии почти 530 ребят. И главная отличительная черта школы – любое направление должно начинаться с классики. Путь хорошего музыканта или вокалиста тоже начинается с азов, с альфеджио и нотной грамоты, и даже джазовое или народное пение с академических основ. Пробудить фантазию ребенка, научить его раскрывать весь этот необъятный мир посредством звуков и сделать звуки своим естественным языком, которым и он мог бы говорить, и композиторы говорили, и говорят. Мы на уроках учим и сочинять их музыку, и подбирать аккомпанемент к уже существующим мелодиям. Ну и вот Петр Ильич Чайковский когда-то сказал, что самые замечательные на свете – это музыка, дети и цветы. Но вот наша профессия, она включает все вот это. И в этом отношении мы просто счастливые люди. И только счастливые люди могут не просто научить ребенка правильно артикулировать, набирать воздух, брать сложные ноты, но и научить чувствовать и понимать музыку, откликаться на каждый звук движением души. На вокальном отделении здесь учат академическому и эстрадному вокалу, сольному и хоровому исполнению. Педагоги не просто с большим стажем. Кто-то проработал здесь все 40 лет с огромным опытом самых разных, в том числе и международных конкурсов и мастер-классов лучших педагогов страны. Ученики Ирины Александровны Козловой уже 135 раз становились лауреатами самых разных конкурсов и 8 раз обладателями гран-при. В том числе и среди профессионалов, как, например, Ян Герасимов, стал лауреатом престижного конкурса молодых музыкантов имени Кабалевского, который оценивали профессора Московской консерватории и солисты Мариинского театра. Или Артем Каляев, лауреат третьей степени международного конкурса имени Лемешева. В международном конкурсе лучших вокалистов России имени Виталия Храмова ученики школы всегда среди первых. Они также несколько раз успешно участвовали в конкурсе Елены Образцовой в Санкт-Петербурге и ее бесценных мастер-классах. Концертмейстер вокалистов Татьяна Юрьевна Гусева, член гильдии пианистов-концертмейстеров России, 15 раз была признана лучшей на международных и всероссийских конкурсах. Педагог по народному пению Ирина Ивановна Толкова в прошлом солистка Волжского народного хора и действующая солистка музыкальной артели «Самара-городок». Ее ансамбль «Забава» победитель международного конкурса «Радуга талантов». Эстрадный вокал здесь преподает Ольга Витальевна Мамонова, которая в этом году была удостоена звания лауреата форума «Общественное признание» за вклад в художественно-музыкальное творчество. Ее воспитанники также среди лауреатов и призеров вокальных конкурсов. «Приятно всегда выступать на сцене. Адреналин, зрительские симпатии. Я уже выросла, и я понимаю сама, что если я хочу развиваться дальше, мне надо стараться учить и заниматься самостоятельно помимо уроков. Я никогда не брошу заниматься вокалом, потому что это часть моей жизни. Это будет мое хобби на протяжении всей моей жизни. И те, кто уже просто отзанимались, они получат диплом и уйдут. А я не смогу так уже все пожизненно. Наши педагоги отдают всю свою душу, все свои знания, все свои силы на воспитание вот таких талантливых учеников. Мы просто большая дружная семья единомышленников, которые живем музыкой и любовью к детям. И не даром в 161-й школе, с которой мы находимся под одной крышей, нас любовно называют «Могучая кучка». На инструментальном отделении воспитанники школы осваивают гитару, фортепиано и синтезатор. Людмила Владимировна Нужных преподает фортепиано в школе искусств с первых дней. Воспитывает своих учеников в лучших традициях классического искусства, среди которых также есть и победители исполнительских конкурсов, и те, кто продолжил заниматься музыкой по окончании школы. Отделение гитары самое многочисленное из инструментальных. Игру на этом инструменте преподает Людмила Семеновна Гвозденко. Анна Александровна Куприянова не так давно присоединилась к коллективу преподавателей, но ее инструмент уже привлек немало учеников. Блеск софитов, эффектные наряды и громоаплодисментов – внешняя сторона хореографического искусства, за которым стоит ежедневный методичный физический труд. Но в этом и счастье танцора, особенно когда коллектив, в котором танцуешь, занимает первые места на самых престижных танцевальных конкурсах. Образцовый ансамбль «Дивертисмент» имеет более 300 званий лауреатских и гран-при. Более 50 раз выезжал с выступлениями в города России и за рубеж. Побед коллективов не перечесть. Народно-сценический танец, современный танец и, наконец, классический танец-балет – все это дивертисмент. Руководитель хореографического отделения – директор школы искусств Светлана Николаевна Чуланова. Основатель, почетный работник образования и фанат своей работы. У истоков стояла и Юрия Александровна Молчанова, сейчас ведущий педагог по классическому танцу. Руководитель образцового ансамбля танца «Дивертисмент». Главный балетмистер ансамбля – Татьяна Павловна Бабкина. Она училась у известных московских мастеров и делает элитное искусство балет, доступным для всех, в ком живет танцор. Выразительно – это одухтворенный танец, досмысленный танец. Это через чередование движений рук, ног, головы, взгляда. Очень важно. Все вот это в комплексе дает тогда чувство красоты. И когда они начинают это понимать, и когда еще слышат музыку, то возникает вот эта эйфория танца, и они начинают действительно любить классический танец. Классический танец постоянно требует вот этого напряжения мышечного и внутренней собранности. При всей выразительности это очень сложно. Вот. И я думаю, что вот эта организованность, вот это трудолюбие, оно и при понимании того, что ты через это создаешь красоту, и дает вот этот эффект эстетического какого-то воспитания. Много разных интересных движений. Мы учим их почти каждый день. Танцуем на пуантах, потому что это очень красиво. Мне это нравится. Поэтому и ансамбль классического танца «Дивертисмент» хорошо известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Огромное количество конкурсов и ярких побед постоянно на пути участников ансамбля. Одно из последних достижений сольных концерт нигде бы то ни было, а в зале имени Чайковского Московской филармонии. Почти 230 человек воспитанников и педагогов отправились тогда в столицу, чтобы с успехом выступить на сцене, на которой выступали кумиры их и всего мира. Скоро коллектив ждет всероссийский конкурс в Дагомысе. Дивертисмент стал первой ступенькой для многих талантливых танцовщиков. Как, например, Алексей Турдиев, заслуженный артист Российской Федерации и солист Самарского театра оперы и балета. Или Нино Учава, впоследствии выпускница Московского училища имени Галины Вишневской и действующая солистка Московского городского балета. И просто яркие танцоры и хореографы, которые в том числе и возвращаются в родную школу искусств, чтобы преподавать и сохранять педагогические танцевальные традиции и основы. Среди педагогов по танцу семь из них выпускники школы, молодые специалисты Алексей Пчеляков, Антон Сафронов, Вячеслав Абаимов и Светлана Семенова. Дивертисмент, сама школа сыграла очень большую роль для меня, так как определилась моя профессия, очень много в жизни определилась благодаря дивертисменту, я определилась с институтом, и сейчас много что я даю деткам, маленьким, большим, это также заслуга учителей, которые со мной работали, и, конечно, огромное спасибо, и этот дивертисмент – это моя жизнь. Сейчас единый творческий коллектив школы искусств «Дивертисмент» – это мощный костяк педагогов с огромным опытом и молодым задором. Юные трудолюбивые музыканты, вокалисты, исполнители и танцоры, которые не представляют своей жизни без искусства, и искусство отвечает им взаимностью. В школе 40 лет, и можно считать, что ее творческая жизнь только начинается, впереди множество планов и идей. Школа может гордиться, что воспитала не только ярких, прославившихся артистов. Любые выпускники, свяжут они свою жизнь с дальнейшим с искусством или нет, пополнит поколение творческих, интересных и красивых людей, которые теперь будут нести это в себе по жизни. Наши дети, они в школе первые. То есть, если они здесь первые, на конкурсе они первые, то они здесь. Это дисциплина. Потом, чувство соперничества и достижение какой-то цели. Это тоже воспитывает детей, именно наша школа. Любовь, они чувствуют любовь нашу. И они также отдают. То есть, все от любви. Как ты любишь ребенка, так он тебе во сто крат потом и отдаст. Вот это все. Вот это все.